Болгарская дореформенная орфография Орфография болгарского языка, действовавшая до ее реформы в 1945 году, алфавит Алфавит насчитывал 32 буквы От современного болгарского алфавита отличается наличием букв «Я-Ти», от современного русского алфавита отличается отсутем букв «Ё-Э-Э», от русского дореформенного алфавита отличается тем, что он не имеет «И-Э-Э», а также «Ё-А-Монимы». До реформы 1945 года слово «мед» и «мед» различались при написании, писали «мед» и «мать» различные системы правописания. Официальная система орфографии в конце XVIII века к болгарскому языку был адаптирован введенный в России в 1708 гражданский шрифт. В дальнейшем использовались разные варианты кириллического алфавита, а к моменту освобождения Болгарии в 1877-1878 годах наиболее распространенным стал алфавит из 32 букв, предложенный Марином Дриновым. Дриновская орфография 1870-1899 носит имя своего создателя, Марина Дринова легла в основу первой официальной болгарской орфографии. Использовалась в будущей Болгарской академии наук научным периодическим изданием «Периодическое списание». Имела большую популярность первые годы после освобождения «Ер» и «Ерь» на конце слов. Под Риновской орфографией всякое слово завершается с графической гласной. Слова, которые при произношении оканчиваются на согласной, получают конечный твердый знак или мягкий знак. С мягкий знак пишутся существительные женского рода, существительные мужского рода, которые получают мягкую членную форму. Числительные от петой до десет и производные десет. Некоторые неизменяемые слова, производные от выше указанных, как сиречи ДР. Отображение звука. По этимологическим основам звук отображается буквами твердый знак. И с твердый знак пишутся слова, которые в староболгарском имели твердый знак или мягкий знак. Спишутся корни, содержавшие этот звук в староболгарском глагольных окончаниях одного литра, «ед», «ч» и «три литра», «мн», «ч», «наст», «вэр» глаголов и два спряжения. Пишутся с «и», «мед», «мед», «т» твердый знак, «лет», «лет», «т» твердый знак, «сто», «ст» твердый знак». Спишутся окончания трех литров, «мн», «ч», совершенного и несовершенного вида от любых глаголов, «видать», «рекох». Глаголы, имеющие суффикс, напишутся с «стигн», «т» твердый знак, «мин», «л» твердый знак, спишутся и местоимение, и сокращенная форма «я», «не», употребление буквы «ядь», «ядь» спишутся во всех случаях, где встречается по этимологии. В детниль, молотика, прась, радька и «т», «д» употребление членных форм, присуществительных «м», «р», «ет», «ч», «дринов» пишет полный член «т» твердый знак, «иванчевская орфография 1899-1921». Первая официальная болгарская орфография, введена по распоряжению министра просвещения Болгарии Тодора Иванчева в 1899 году, оставалась в силе до введения в 1921 году омарчевской орфографии, а в 1923 году восстановлена в основных положениях. Иванчевская орфография иногда называется дриновская Иванчевская, является исправленной дриновской орфографией и характеризуется так. Передача звука буквами твердой знака, которые различаются по этимологической основе, употребление буквы «ядь» в этимологических местах, употребление твердой знака на конце слов, синтаксическое правило написания полных и кратких членов, Написание групп твердый знак RR твердый знак и твердый знак LL твердый знак поливору восточному произношению написания глагольных окончаний МСАИЯ. Амарчевская орфография 1921-1923 условное название болгарской орфографии, введенной с реформой орфографии правительством Базенос в 1921 году при болгарском министре просвещения стояния Амарчевском, оставалось в силе до 1923 года, когда был восстановлена Иванчевская орфография, выброшенная из азбуки буквы твердый знак и мягкий знак. Мягкость согласной переда обозначается буквой и краткая, синьо, ганя, правило употребления полных и кратких членов присуществительных и прилагательных в единственном числе мужского рода. Полный член употребляется перед словами, начинающимися с гласной, а не полный перед словами, начинающимися с согласной или в конце предложения. Передача звука буквы правила употребления удвоенных предлогов «С» твердый знак «С» и «В» твердый знак «В». В Амарчевской орфографии «В» твердый знак «В» пишется перед словами, начинающимися с «Ф» или «Х» «В» а «С» твердый знак «С» перед словами, начинающимися с «З» «Ш» «Жилище». Цанковская орфография 1923-1945 Третья официальная система правописания болгарского языка, наследница Иванчевской орфографии с небольшими случаями упрощения употребления буквы «Ять». По сравнению с современной орфографией болгарского книжного языка, Цанковская орфография отличается следующими моментами. Звук изображался двумя буквами твердый знак и которые разграничивались в употреблении по этимологии слова, написании переменной «Я» во всех словах, образованных от соответствующих корней с буквой «Ять», употребление в конце слов после согласных буквы твердый знак, написание слов по этимологическому принципу «С» твердый знак «РДЦЕ», ныне «С» твердый знак «РЦЕ», праздник, ныне праздник, нужден, ныне нужен и т.д. Другие системы орфографии Геровская орфография Орфография, которую использовал Найдингеров, была использована в опубликованном им словаре «Речник на улгарский язык» отличается от современной во многих отношениях. Проект орфографии 1892 года В 1892 году министр Георгий Жиков кабинета Стефана Стамбалова создал комиссию по разработке проекта официального болгарского правописания. В состав комиссии вошли болгарские филологи Любомир Мелитич, Александр Теодоров, Балан, Беня Цониев, Иван Шишманов, Дематов, Стоян Аргиров и Ив Георгиев. Результат работы комиссии изложил Эл Мелитич в статье «Нашата правописная реформа» в журнале «Б» твердый знак «Лгарский пригляд» от 1893 года, КН, и «Встретил серьезную критику общественности». Этот орфографический проект не был реализован, но сыграл важную роль в процессе установления единого болгарского правописания. Продолжение следует...